Жители Хостинского, Центрального и Лазаревского районов в Сочи будут участвовать только в федеральной избирательной кампании. А вот адлерцы будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и депутата Законодательного собрания края по Олимпийскому одномандатному избирательному округу номер 50, поскольку в ЗСК поступило заявление от депутата Копачева о досрочном сложении полномочий. На этот раз выборы будут проводиться по новым правилам. 225 депутатов избираются от политических партий и еще столько же по одномандатным избирательным округам. В Сочинский округ вошли Обширонский и Белореченский районы края. Из новшеств, введенных федеральным законом, можно назвать запрет участия лиц, не достигших 18-летнего возраста, в том числе и собственных детей-кандидата, в агитационных материалах. Также запрещено наложенные ограничения на высказывания физических лиц. То есть физические лица, которым запрещено законом, а это в основном гражданские, государственные служащие, высказываются о кандидате, о политической партии. Такие высказывания категорически запрещены. Сейчас политические партии проводят свои съезды и утверждают списки кандидатов. Пока в Сочинской избирательной комиссии ни один кандидат не зарегистрирован. Подать документы необходимо самовыдвиженцам до 12 июля, а партийцам до 23 июля. Прием завершится 3 августа. Досрочного голосования на этих выборах не будет. А вот те, кто отправляется на отдых, а выборы совпадают с активным бархатным сезоном, должны позаботиться об открепительном талоне. Руководители здравниц просят проинформировать своих гостей о порядке проведения голосования 18 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова